Дарья Янченко Наркотики делятся на легкие и тяжелые. Врачи уже давно развели этот миф. Все запрещенные вещества вредны для организма. Каннабис в том числе. Не верите? Смотрите, и вы сами все увидите. Дарья Янченко Это, конечно, только мифы. Это сказки, которые не имеют места быть в реальности. В реальности это сильный наркотик, который вызывает сильную зависимость, который сильно снижает умственные способности. У человека сильно снижается интеллект при употреблении. Зависимость очень сильная. Организм человека в прямом смысле страдает, когда в него попадает наркотик. Из-за потребления конопли и ее производных в первую очередь происходят отклонения в работе сердечно-сосудистой системы. Развивается тахикардия. Специалисты отмечают, что люди делятся на три типа. Одни, попробовав зелье, испытывают неприятные ощущения и больше к дурману не прикасаются никогда. Другие эффекты не получают. Но при удобном случае проверят это еще раз. И третья группа. Основная масса пациентов областного наркодиспансера. Эти люди чувствуют эйфорию сразу же после употребления. К сожалению, люди, которые болеют наркоманией, у них снижена критика настолько, что они не осознают свою болезнь. Поэтому желание посетить анонимный кабинет и побывать на консультации у квалифицированных врачей возникает лишь у единиц. Но те, кто все же обращаются в диспансер, задаются серьезной целью выздороветь. Им назначают лечение. Чаще всего в медучреждения люди попадают в тяжелом состоянии, которое может привести к инвалидности и даже летальному исходу. Но с этим врачи справляются на протяжении многих лет. После таких пациентов направляют в отделение реабилитации, которое расположено в поселке Вахрушев. После выписки пациентов мы контакт с ними не теряем. В частности, я как лечащий врач, специалист по социальной работе, опять же непосредственная обязанность осуществлять социальное курирование. То есть после выписки пациента телефонные звонки осуществляем как непосредственно пациенту, так и родственникам. Кстати, где только не прячут наркомана-дурман, лишь бы доставить его куда надо. Например, житель Приморья пытался отправить гашишное масло для своего друга в Южнокурильск в музыкальной колонке. Когда получатель пришел за посылкой, его задержали сотрудники ФСБ. Следственным отделом ОМВД России по Южнокурильскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя Приморского края в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело было расследовано и направлено в суд. Данное лицо было осуждено Южнокурильским районным судом к 3 годам лишения свободы. Специалисты областного наркодиспансера рекомендуют не затягивать с проблемой. Вернуть пациента к нормальной жизни помогут в учреждении. Условие одно – желание самого человека начать жить трезво. В следующей программе мы расскажем о том, насколько опасны для организма синтетические наркотики, которые просто заполонили мир. Причем некоторые настолько изловчились, что мешают их с разными химическими средствами и употребляют их не только как обычные сигареты, но и назально, и внутривенно. Как известно, наркомания – это тяжелая зависимость, избавиться от которой самостоятельно практически невозможно. Причем ее последствия могут быть необратимы. Я и наша программа «Черта» рекомендуем вам не тратить свое здоровье на пагубную привычку. Лучше займитесь спортом или найдите хобби по душе. Я напоминаю, что с вами была Дарья Янченко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин